Добрый день. Вашему вниманию предоставлена лекция на тему «Прецизионный сталин» по дисциплине «Способа повышения качества сталин». Лекцию читает старший преподаватель кафедры нанотехнологии МИКОВГЕ Сидорина Елена Анатольевна в Карагандинский технический университет. И по плану у нас будут идти общие сведения, виды прецизионных сплавов и область применения прецизионных сплавов. Прецизионные сплавы – это сплавы с заданными магнитными, упругими, электротехническими, тепловыми свойствами. Предназначаются для работы в специфических условиях при сверхнизких и высоких температурах, высоких давлениях, радиационном воздействии, в глубоком вакууме, резко агрессивных средах. Номенклатура прецизионных сплавов входит в более 120 различных марок. Каждый год для специальных нужд современной техники даются принципиально новые марки прецизионных сплавов и количество таких марок возрастает. Большая часть прецизионных сплавов характеризуется сложностью легирования. В настоящее время в качестве основы для создания прецизионных сплавов используются главным образом железо, никель, кобальт и марганец. Созданы первые группы прецизионных сплавов на опыте хрома, необия, титана и циркония. Прецизионные сплавы можно разделить на ряд групп в зависимости от их свойств. Магнито-мягкие сплавы, магнито-твердые сплавы, сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения, сплавы с заданными свойствами упругости, сверхпроводящие сплавы, термо-биметаллы. Магнито-мягкие сплавы. Сплавы прецизионные магнито-мягкие – это феромагнитные сплавы, которые характеризуются маленькой коэффициентной силой и необычно узкой гистеризионной петлёй. К магнито-мягким прецизионным сплавам принято относить сплавы на основе железа, а также на основе системы железо-никель и железо-кобальт. Они имеют высокие значения магнитной проницаемости при малой коэффициентной силе. Поэтому такие сплавы отличаются высокой магнитной проницаемостью и малой коэффициентной силой. В зависимости от марки стали, магнито-мягкий прецизионный сплав может содержать алюминий, никель или кобальт. Эти ликирующие элементы повышают не только удельное сопротивление железо-никелевых сплавов, но и их магнитные характеристики. В процессе производства магнито-мягких сплавов для достижения нужного уровня магнитных свойств можно оказывать технологическими операциями воздействия на анизотропию примесей, структуру примесей, количество и тип примесей. В силу своих характеристик данный вид сплава применяется при производстве магнитов, магнитных сердечников, магнитных экранов, а также для изготовления соленоидов, поясных наконечников, элементов памяти. Материалы с высокой магнитной проницаемостью. К этой группе материалов относятся пермалои и альсиферы. Пермалой – это железо-никелевый сплав с высокой проницаемостью в слабых полях, что связано с практическим отсутствием у них анизотропии и магнитострицией. По химическому составу пермалои делятся на низконикелевые – 40-50% никеля и высоконикелевые – 72-80% никеля. Альсиферы – сплавы алюминий, силициум, железо – 9,6% силициума, 5,4% алюминия. Альсиферы близки по своим свойствам к высоконикелевым пермалонам. Магнитотвердые материалы применяются для изготовления постоянных магнитов, обладающих высокими значениями коорцитивной силы и большой остаточной магнитной индукции. За последние годы появились новые виды магнитотвердых материалов, которые могут быть получены только из порошков. К ним можно отнести магниты на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами, магниты на основе ферритов, на основе высокой дисперстных порошков железа и его сплавов с кобальтом, магниты на основе сплавов марганца с висмутом и алюминием. Постоянные магниты характеризуются высокими магнитными свойствами, получаемые в результате образования гетерогенной структуры, которая достигается в процессе спекания или последующей термической обработки. Сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения, сокращен ТКЛР, температурный коэффициент линейного расширения, физическая величина, характеризующая относительно изменения линейных размеров тела, с увеличением температуры на 1 Кельвин при постоянном давлении. Прецизионные сплавы с заданным температурным коэффициентом линейного расширения Материалы, для которых регламентировано значение данного коэффициента в определенных интервалах температур. То есть, эти сплавы гарантируют заранее известное изменение линейных размеров изделия в заданном температурном диапазоне. Рассматриваемые материалы отличаются достаточной прочностью и высокой пластичностью, что позволяет изготавливать из них продукцию широкого сортамента. Можно выделить несколько химических систем, на основе которых строятся сплавы заданным ТКЛР. Для магнитных материалов это железо-никель и железо-хром. Они имеют минимальный, низкий и средний коэффициент. Для немагнитной базы являются системы на основе хрома с легирующими добавками в виде железа, марганца, рения, тантала. Они дают минимальный и низкий коэффициент. Средний температурный коэффициент характерен для сплавов на базе никеля с добавками молибдена, вольфрама, хрома, марганца на базе циркония с легирующим элементом в виде титана. На основе титана с легированием молибдена и ванадия. Системы марганец, никель, медь имеют высокий температурный коэффициент. Промышленность выпускает материалы, заданным ТКЛР в виде ленты и полосы, плоский прокат, а также проволоки, рутка, трубы, круглый прокат. Тот или иной вид заготовок выбирается в зависимости от конкретной области применения. Сплавы с заданными свойствами упругости. Прецизионные сплавы с заданными свойствами упругости, сплавы, обладающие высоким сопротивлением к малым пластическим деформациям и релаксационной стойкостью в условиях статистического и циклического нагружения. Применяется в качестве пружин и пружинных элементов. Упруго чувствительных элементов измерительных приборов, мембран расходомеров, резонораторов, фильтров для выбора, генерирования и настройки на заданную частоту. И вот мы на слайде видим сплав с заданными свойствами упругости. То есть мы видим полоса, проволока и пруток. Релаксационная стойкость, способность материала сопротивляться релаксации, например, механических напряжений. Релаксация, самопроизвольное затухающее падение напряжения в материале с течением времени. Она происходит за счет перехода упругой деформации в пластическую. Типичный пример релаксации, снижение напряжения в болтах и шпильках филансовое соединение. Что? А, я говорю, мне лекция идет. она происходит за счет перехода упругой деформации в пластическую. Типичный пример релаксации, снижение, еще раз говорим, напряжения в болтах и шпильках филансовых соединений. Несмотря на начальную затяжку болтов с течением времени, при повышенных температурах происходит ослабление натяга за счет перехода части упругой деформации в пластическую. в основе данных материалов лежит несколько систем, дисперсионно-твердеющие сплава. Железо никель-хром Железо никель-хром марганец никель-хром кобальт-никель Ниоби-титан Дерхмационно-твердеющие сплавы Кобальт-хром никель Железо хром никель Малибден Ренни Сплавы с температурно-стабильным модулем упругости Железо никель-хром Железо никель-кобальт Направление промышленности в которых используется продукция из прецизионных сплавов заданными свойствами упругости достаточно широкие Это и всевозможные упругие чувствительные элементы датчики различные виды пружин медицинские инструменты Сверхпроводящие сплавы Подобный сплав обладает высочайшей степенью проводимости когда наблюдаются криогенные температуры Достигнув конкретных температур сверхпроводящие сплавы выделяются отсутствием электросопротивления Сложность соединения оксида Это высокотемпературные спиртпроводники А низкотемпературные это сплавы созданные на основе Тантала Ванадия Необия Область применения сверхпроводящих сплавов является производство генераторы криогенной техники электродвигателей термометалл термометалл термометалла термометалл окорректнее термочувствительные биометаллические ленты это металлические материалы состоящие из двух в ряде случаев из трех и более слоев различных сплавов прочно сваренных по всей поверхности соприкосновения в процессе изготовления, что обеспечивает упругую деформацию при изменении температуры. Основное условие, предъявляемое к этим сплавам – значительное различие их температурных коэффициентов линейного расширения. Составляющий слой тербовин металла с высоким температурным коэффициентом линейного расширения ТКЛР называется активной составляющей с низким пассивной. Для ряда марок тербовин металла применяется промежуточный слой из металла с повышенной электропроводностью никель или медь. Область применения прецизионных сплавов весьма обширна. Прежде всего, они используются в общем и специальном приборостроении, точном машиностроении, в электротехнике, в электронике, в радиотехнике, в часовой промышленности, в автоматике. Ракетные техники в элементах счетно-решающей техники. Благодаря сильно выраженным и регулируемым физико-механическим свойствам, прецизионные сплавы позволяют создать точную аппаратуру с заданными характеристиками. Так, применение прецизионных сплавов типа 36-НХТЮ-40КНХМ для волосков и пружин часовых механизмов позволило уменьшить температурную погрешность хода часов. Использование этих же сплавов повысило температурный придержсложду мембрам, сильфонов и других упругих элементов. Применение в электронных лампах сплавов типа 39НК-47НХР. Позволило создать широкую номенклатуру элементов радиально-электронной аппаратуры. В этих элементах сплав образуют вакуум-плотные спаи, обеспечивающие высокую герметизацию и длительность службы при повышенных температурах. Использование сплавов типа Х20Н80 и других, 10Х27УМА и других, дало возможность повысить уровень рабочих температур, длительность службы в условиях эксплуатации, точность регулировки электрической цепи в электропичьи строения, в теплой и термометрии. Применение сплавок марок, вы видите на слайде, 39НС, 979НМ и так далее, позволило создать большую номенклатуру малогабаритных трансформаторов, применяемых в многочисленных электротехнических и радиотехнических устройствах. Так, магнитопроницаемость сплава марки 79ННМ больше, чем у обычной стали, более чем 50 раз. Это дает возможность во много раз уменьшить габариты трансформаторов, усилителей, реле, дроссель. Применение сплавок марок, также на слайде вы видите 50НП, 65НП и так далее, позволило создать серию малогабаритных трансформаторов, работающих при повышенных индукциях, а применение сплавок марок 80НХС, 38НС, целый ряд малогабаритных трансформаторов, работающих в полях, высокой частоты и импульсных режимах. Среди разработанных магнитотвердых сплавов наиболее важными являются сплавы марок 52КФ и так далее, Так вот именно марка сплава марки 52КФ позволяет изготавливать постоянные магниты с большой магнитной энергией в тонких сечениях лент и проволоки и применяется в тончайших приборах. Сплав марки 16КМВ применяется для малогабаритных электродвигателей и электромоторов, необходимых приборов и счетно решающих устройствах. Прецизионные сплавы производятся в виде холоднокатанных лент от 0,002 мм, горячекатанных листов 0,35 мм, холоднотянутой проволоки от 0,20 мм, катанных и кованых прутков и пластин, тонких трубок и порошков. Аналогичные группы марок и сортаментов прецизионных сплавов производятся в наиболее развитых технических отношениях в эпидемиологических странах, как США, Англия, Япония, Франция. Необходимо значительно повысить чистоту исходных шифтовых материалов и, главным образом, чистоту от примесей всех используемых металлов, начиная с железа. Эта степень чистоты должна быть сохранена или еще повышена при выплавке прецизионных сплавов. Если выплавка производится в открытых печах, то разливка должна производиться в защитной атмосфере. Если более прогрессивными приемами являются вакуум-плавка и вакуум-разливка, рафинирование при многократных электрошлаковых и вакуумно-дугловых переплавах для многих групп прецизионных сплавов может оказаться весьма эффективным. При высокой степени лигирования горячие и холодные деформации прецизионных сплавов требуют использования специального оборудования. В отдельных случаях применяется холодная деформация при несколько повышенных температурах, так называемая тепловая проката, для чего также необходимы специальные агрегаты. прокатка прецизионных сплавов должна производиться на многоволковых особо точных станах в станах с большой жесткостью плетей. Рабочие волки должны отличаться высокой твердостью и чистотой обработки. Термическая обработка сплавов, как правило, производится в печах в защитной атмосфере, вплоть до использования чистейшего водорода. И, наконец, особое значение для прецизионных сплавов имеет точность геометрических размеров продукции и безукокоризненная чистота поверхности. Во многих случаях необходимо использовать специализированные полировальные агрегаты. Достаточно сказать, что живучесть проволоки космического сопротивления только при повышении класса отделки поверхности может быть почти удвоена. Все эти вопросы совершенствования производства в прецизионных сплавах становятся особенно актуальными при требованиях, достижениях новых и новых, все более высоких параметров свойств, без чего в настоящее время невозможно развитие приборостроения, автоматики, электроники и даже целых отраслей новой техники. Это домашнее задание на СРС. Разобрать марки стали. Вы увидите их на слайде и область их применения. Лекция закончена. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.